Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим, как высаживать саженцы в сложных условиях. Какие бывают сложные условия на наших участках? Ну, во-первых, первое сложное условие – это маленькие размеры. Есть еще участки, советских времен, которые сохранились по 6 соток. Участки очень маленькие, а посадить хочется много. Второй нюанс – как посадить саженцы на участках с переувлажненной почвой? Это могут быть хорошие плодородные почвы, но там бывают переувлажнения. Весной стоит вода. Можно ли садить там в сад? Будем разбираться вместе. Следующее условие – как посадить саженцы? Есть пешчаные почвы. Меня тоже просили рассказать, как выращивать саженцы на пешчаных почвах, что делать. А как посадить саженцы на торфянике? Этот вопрос тоже интересует многих наших зрителей, кто смотрит нас. Ну и что? Один вопрос. Есть такие моменты, что у вас есть участок, но туда не может заехать никакая техника. А там остаются остатки старого фундамента, каких-то погребов. Можно ли садить там в сад? Что надо сделать? Потому что техника там не заходит. Разрушить это нереально. Можно ли? Будем во всех этих вопросах. Давайте будем разбираться по парадку. Ну, первое. Маленькие участки. Если у вас есть маленькие участки, а хочется подозрить очную культуру, нам тут необходимо подходить к одному из критериев. Их, на мой взгляд, четыре, может и пять. Ну, давайте будем по парадочку. Первое. В каждой культуре есть сорта низкорослые. Во всех. И в яблони, и в груши, и в вишни там есть. Есть низкорослые сорта. Конечно, они не дадут уже большого урожая. Вы не будете собирать урожай ведрами там. Но полакомиться своими плодами, выращенными своими руками, вы вполне сможете. Второй фактор. На маленьких участках подбираем саженцы, которые на карликовых подвоях. Саженцы на карликовых подвоях высаживаются густо. Например, на карликовых подвоях среднерослые яблони садятся через два метра друг от друга, а колоновидные яблони даже через метр друг от друга. Значит, более плотная посадка. Мы можем посадить больше сортов, ну и, соответственно, продлить период потребления плодов со своего участка. Следующий момент, который также многие наши забывают, огородники, это ярусность посадок. Ярусность посадок дачники не обращали внимания в лесу. Что в лесу как бы растут деревья первого яруса, второго яруса, кустарники растут. А вот что можно применить в саду, многие не догадываются. Что предусматривает ярусность посадок? Значит, даже если будете высаживать карликовые сорта, все равно у каждой культуры будет какой-то предел. У карликовой, например, груши предел будет 3 метра. У карликовой яблони 2,5 метра. А у карликовой вишни это может быть всего лишь 1,5 метра. Ну вот сразу вам наглядный пример ярусной посадки. Груша, яблоня, вишня. Вот так усадим сверху, ниже, ниже, ниже. Что дает ярусность посадок? Ярусность посадок дает нам ту возможность, что мы будем, значит, можем высаживать растения в шахматном парадке. Где-то согнать в одну полосу и садить растения в шахматном парадке. Повыше, пониже, еще пониже. Зато что посадки в шахматном парадке, мы будем сокращать расстояние между растениями. Мы будем садить и гуще. Значит, мы займем меньшую площадь, но посадим больше культуру. Единственное, что в этом случае я вам посоветую, это уже с опыта, не заканчивайте ярус кустарниками, ни смородиной, ни крыжовником. Почему? Потому что смородина и крыжовник, они как бы заушают, наши посадки будут плохо проветриваться. Будут проветриваться плохо посадки, значит, будет больше болезней и вредителей на вашем саду. Это раз. Во-вторых, обработки кустарников и деревьев не совпадают. Там есть разница где-то 7-10 дней. Поэтому их лучше разместить отдельно. И третий нюанс, что все ягодные кустарники, особенно черная смородина, крыжовник, светолюбивые. Им надо солнце. И чтобы солнце было целый день. Поэтому для кустарника вы можете сделать такую же ярусность, но где-то на самом солнечном месте. Еще один нюанс, который есть для маленьких участков саженцы. Это широко используется. У кого вообще участки маленькие. Если ваш участок составляет 1-2 сотки, вы тоже можете выращивать сад. Но тут надо прибегнуть к определенной формировке, которая называется пальмета. В этом случае дерево насягиваются проволоки, дерево высаживается, и к этим проволокам привязываются ветки. То есть они растут только в горизонтальном положении. Все ветки. Все, что выскакивает, сразу безжалостно вырезается. Но эта формировка сложная. Она тем более требует, если формировать такие горизонтальные плоскости, значит, что необходимо? Весь сезон необходимо убирать у пранцев, которые будут стремиться выскочить за наши пределы. Эту формировку, конечно, можно найти в интернете, можно найти в литературе. Она несложная, но она позволяет, повторюсь, при участках в 1-2 сотки выращивать даже и грушу, яблоню и другие культуры. Имеетесь несколько культур на такой маленькой-маленькой площади. Ну, теперь разобрались с маленькими садами, теперь давайте с переувлажненными участками. Какую ошибку делают наши многие огородники, сдашники, вернее, не огородники, а дашники, на переувлажненных участках? Значит, они копают ямы. А вот этого делать категорически нельзя. Почему? Тут лучше для нашего сада, чтобы он рос на переувлажненном участке, необходимо сделать гряду, или она называется гребневание. Что гребневание подразумевает? Значит, мы намечаем рад, где будут расти наши плодовые деревья, и все между рад, где в землю, набрасываем на этот рад. То есть у нас получается горочка и дальше котловина. И мышца-то высаживаем на этой горочке. Далее, если у вас вода поднимается сильно высоко, значит, мы еще под низ обязательно сделаем дренаж. Кажется дренажа, может быть не только керамзит, камни, могут быть камни, битый кирпич, это все прекрасно подойдет, кажется, дренажа. Делаем еще дренаж и садим наши деревья. Но вдобавок было очень полезно на таких перевлажненных участках еще прокопать траншейки. Прокопать траншейки глубиной 68 сантиметров. Эти траншейки весной будут впитывать воду. Ваши саженцы будут находиться как бы на высоте, а вода будет стоять внизу. Она не будет приносить вреда нашим саженцам. Вот шли. Такой момент выполнен на перевлажненных участках. Ну, торфяники – это та же категория, которая близка к перевлажненным участкам. Вот почему погибают наши плодовые деревья на торфяниках. Значит, знайте, что вот есть чернозем, а под ним глеевый слой. И вот этот глеевый слой содержит много железа. И корни, когда на торфянике саженца уходят в глеевый слой, железы начинают уже, нарушается рост, начинают наши деревья болеть, а потом пускается еще ниже часть глеевого слой, а там стоят воды. И поэтому сады на торфяниках, посаженные нашим традиционным способом, они недолговечны. На любом торфянике саженец необходимо садить на поверхности. Ставим саженец на поверхности, и вокруг него насыпаем холмик земли. Поставили просто на поверхность, насыпаем холмик земли. Нашу саженца корни будут расползаться по поверхности, они дольше не дойдут до того глеевого горизонта, в глубину и до подземных вод. И, соответственно, наш саженец будет жить гораздо-гараздо дольше и радовать нас своим плодоношением. Есть, что очень полезно сделать на торфянике, перед тем, как поставить саженец и засыпать его землей, очень полезно добавить крупно-зернистого песка, то есть перемешать, чтобы был такой слой в то же время как бы и влагопроницаемый, типа и дренажный слой. Торфяник перемешан с гравием, перемешали, пропорции это не столько важно, это все делается на глазок, перемешали, и потом ставьте саженец и высаживайте. Ваш саженец будет жить долго. Следующий вариант, который мы будем рассматривать, это посадка на пешчаных почвах. Посадка на пешчаных почвах имеет свои определенные нюансы. Нюансы те, что пешчаные почвы, они очень быстро просыхают, и наши деревья не растут, не достигают большой высоты, и как бы недолговечны тоже. Начинает очень и суховершинить, и болеть. Необходимо также подготовиться правильно посадочной ямы. Копаем посадочную яму где-то сантиметров 60-70 глубиной. Копаем 60-70 глубиной, и вот на дно посадочной ямы мы обязательно ложим 10-15 сантиметровый слой глины. Ложим глину, и эту глину мы перемешиваем с перегноем. Любой положили глину, перемешали с перегноем, взяли вилы, перемешали. Дальше мы засыпаем обычной землей. Засыпали обычной землей. Плодородную не надо, ни в коем случае класть. Ложим обычной землей. Значит, смотрите, у нас уже 20 сантиметров, с учетом перегноема будет 20 сантиметров, у нас остается еще 50 сантиметров, и что 30 сантиметров обычной земли. И вот только последние 20 сантиметров мы будем засыпать плодородной почвой. Засыпали плодородной почвой, и вот в эту яму мы высаживаем саженцы. Они живут прекрасно. Но, смотрите, есть нюансы. Значит, все равно першаная почва, она быстро испаряет влагу. Поэтому очень полезно засыпать вот эти приствольные круги, в таком случае, или песком. Обычный песок, обычный мелкий песок, слоем где-то 15-20 сантиметров, можно засыпать. Ну, можно засыпать гравием. Гравий также очень хорошо будет удерживать нашу влагу. Ну, значит, некоторые как бы возразят. Скажут, Петр Николаевич, мы заглубляем место прививки. Так вот, используя практически этот способ, значит, мне удалось добиться того, что в приствольных кругах перестали расти сорняки, и растения на такое заглубление места прививки не реагируют. Потому что место прививки, получается, ну, как бы оно не полностью, ну, заглублено не полностью в горизонтали, а оно только так, в вертикальном, такой холмик, паубного влияния на рост наших деревьев, это не оказало. Ну, и остался у нас еще способ, когда она приходится высаживать сад. На месте старых погребов, старых фундаментов, то есть там бетон. И вот, ну, и как бы тоже техника не может дойти, такие места есть, ну, нельзя загнать какую-то технику, не доехать. И вот многие не понимают, можно ли там садить сад. Давайте разбираться. Конечно, сад садить можно. Но для того, чтобы садить в сад на таких площадках, необходимо постараться. Что необходимо постараться? Значит, знайте, что к плодовому дереву для нормального развития достаточен слой земли в 35-40 сантиметров. Поэтому мы такой слой, на этом фундаменте, мы его можем в ловом разбить где-то что-то, что не разбилось, мы ничего трогать не будем, это самое. Ну, можем каким-то электроприборами также поделать отверстия, дырки. Это можно сделать, это приветствуется. Но дерево наше будет саморазрушательным, остатки старого фундамента. Значит, что берем? Избиваем короб. Ну, короб должен быть где-то 40 сантиметров высотой. Вот, и ширина это полтора метра. Полтора на полтора и 40 сантиметров. Такой вот короб без нас ставим на место этого фундамента. Вот этот короб мы берем, засыпаем плодородной почвой. Засыпаем плодородной почвой и уже в эту почву мы высаживаем саженцы. Ну, саженцы начинают расти, вы знаете, что во все саженцы есть корневое выделение. И постепенно эти корневые выделения начинают разъедать наш бетон и корни проходят сквозь бетон. Ну, конечно, через лет 5-6 этот короб уже сгнивает, поэтому приходится подсыпать новую землю. Ну, же нам не важно, что короб сгнил, мы подсыпаем новую землю. И наше растение, конечно, благополучно растет на этом месте, на месте старого фундамента. Ну, а пространство, то, которое остается между этими вот нашими остатками растений, мы там и сами входит через 2-3 метра, это зависит от высоты роста. Конечно, используются тут в этом случае только слаборослые, то есть там, где корневая система поверхностная, то есть на более кардико-подвоях, где корневая система не уходит в губ, а стелется по верху. Это раз. И далее, мы добавляем землю, и они прекрасно чувствуют. А вот пространство между уже деревьями посаженными, нам надо заполнить. Оно не должно пустовать, тот бетон не должен нагреваться на солнце, поэтому мы можем засыпать его опилками, мы можем положить солому, сено, вот пусть они перегнивают, вот, а потом можно добавить и земли. И этот будет так слой, он будет подпитывать наши плодовые деревья, посаженные на остатках старого фундамента, вот, и деревья будет давать нам приличный урожай. Ну, конечно, надо учесть, что если потом придется заменять дерево, то садить придется на это же самое место, вот, или сбивать короб на новом месте, и всю работу начинать с начала. Но, тем не менее, это позволит вам использовать полностью условия вашего участка и меньше физического труда предлагать по удалению старого фундамента. Так что, надеюсь, теперь вы поняли, что эти несложные способы посадки саженцев в сложных условиях, они вполне посильны, они вполне подходят, а вы выбирайте то, что подходит вам, то, что вам понравилось. Смотрите наш YouTube канал, подписывайтесь, до новых встреч, до свидания.